Всем привет! В эфире «Континент». Меня зовут Игорь Цесарский, и сегодня у нас интересная встреча. Но прежде чем я представлю сегодняшнего собеседника, я хотел бы обратить ваше внимание на ту заставку, которую вы видите уже на наших видео, не первый день, и, соответственно, напомнить, что у нас в наших изданиях, как печатных, как интернетских, как и на наших каналах в Ютубе, тема политики, естественно, занимает первичное место, и мы очень много вам рассказываем о том, что происходит в Америке и за ее пределами, но есть и просто обычная жизнь, и есть тема, которая относится к здоровью. Так вот, материалы о здоровье тоже, как мы видим по статистике, очень интересуют наших зрителей, слушателей, читателей. И вот сегодня у нас появилась такая возможность рассказать о той компании, которую мы, собственно, выставляем у себя в нашей заставке, которая является спонсором наших передач о политике, экономике, об Америке и не только. Так вот, я представляю сегодня Стива Лернера, который, в общем, расскажет о той компании, которая называется APL Go, и попробует ответить на несколько вопросов, которые мы приготовили с теми нашими зрителями-слушателями, которые уже обратили мое внимание на появление вот этого самого логотипа и того девиза, который стоит относительно того, что можно быть здоровым и без лекарств. Не правда ли, Стив? Привет. Да, привет, привет, Игорь. Привет всем, кто нас смотрит. Меня зовут Стив Лернер. Я являюсь национальным директором компании APL Go. APL Go расшифровывается, APL расшифровывается как Anti-Aging Product Line, то есть линия продуктов для омоложения. Ну, а Go – это такой девиз, такой слоган компании, потому что идти вперед – это наш девиз. И, конечно, я бы хотел рассказать сегодня, что я не просто так считаю, что я должен рассказывать о продукции компании APL, потому что я сам являюсь диабетиком, уже примерно с 15-летним стажем, и когда врачи, как обычно, поставили человеку достаточно молодому, меньше 40 лет, моложе 40 лет, поставили диагноз «диабет», сначала ты, конечно, как всегда, все так, это психология такая, сначала ты в это не веришь, не принимаешь, да, я, наверное, пойду, возьму еще второе мнение у другого доктора, потом злость, как же, почему это именно я, ну и в конце концов, когда тебе начинают выписывать таблетки, ты, конечно, обреченно начинаешь брать эти таблетки, и какой же ужас ты испытываешь, когда понимаешь, что те таблетки, которые тебе прописали, а потом другие, и поменяли, и увеличили дозу, а они не работают. И когда после 3-4 лет, когда ты диабетик, приходишь к доктору, и доктор говорит, ну, наверное, будем переходить на инсулин, а в это время ты все еще ищешь какую-нибудь, какую-нибудь альтернативу среди БАДов, да, это называются биоактивные добавки или саплеменс по-английски, ты ищешь, и я прошел, наверное, ну, Игорь, чтобы вам не соврать, наверное, 20 различных компаний, где я брал порошочки, капсулки, пилюльки и так далее, а возы ныне там. Не то, что сахар не опускался, даже не помогало моим таблеткам сделать так, чтобы они работали. И, в общем-то, сахар был не такой уж большой, но, тем не менее, если без таблетки сахар, скажем, 240-250 утренний, то с таблетками 185-195. То есть, по большому счету, на мой взгляд, это, я считаю, не работали. И как же мне было смешно, когда кое-кто из моих знакомых предложили мне попробовать сладкие конфетки, драже, вот наши конфетки, про которые мы сегодня будем говорить, это действительно сладкая конфетка, на вкус какая конфетка, на вид какая конфетка, там действительно примерно от полуграмма до грамма сахара, обычные леденцы, как мампасе, которые мы привыкли в Советском Союзе, вот так они выглядят. И мне было смешно, когда мне сказали, ну, Стив, ты попробуй. Ну, все-таки это же есть шанс. Я говорю, ребята, сладкая диабетику. Ну, вы, наверное, меня решили насмешить. Этого просто быть не может, чтобы диабетику сладкая. И тем не менее, я, будучи большим скептиком, конечно, думаю, ну, ладно, у меня у жены аллергия, у тещи аллергия, у сына колени болят, он занимался рестлингом много лет, профессионально, и когда бросил спорт, как у всех бывших спортсменов, спортсменов, которые набирают вес, вдруг колени болят, спина болит и так далее. Я думаю, я возьму для своей семьи. Я взял попробовать, проходит 3,5-4 месяца. У тещи, у моей, оп, аллергии нет. Проходит 4,5 месяца. Мой сын говорит, пап, что-то колени не болят. Проходит 5 или 5,5 месяцев, и мы вдруг поехали во Флориду отмечать 50-летие моей супруги. И я ей говорю, Влада, ты взяла свои таблетки, ингалятор, у нее был такой мощный ингалятор на 500 стероидных единиц, потому что она ночью просыпалась в кашле аллергическом, кашель дорвоты. То есть человек не мог не водить машину, ничего, когда вот эти приступы аллергии, это просто не человек. Я говорю, слушай, а ты взяла вообще свои лекарства? Она на меня смотрит таким телячьим взглядом, говорит, ой, я их взяла, но я, походу, уже неделю их не применяю. И тут я понял так, у тещи сработало, у сына сработало, у жены сработало. Я побежал к доктору, сдал анализ крови, и доктор говорит, Боже мой, у тебя такой ужасный анализ, что ты делаешь? У тебя вдруг появился холестерин, которого не было, у тебя вдруг то, и сахар еще больше. Я говорю, доктор, тут у меня есть конфетки волшебные. Можно еще 3 месяца? У диабетиков каждые 3 месяца принято делать анализ крови. И каково же было мое удивление, когда через 9 месяцев в общей сложности приема продукта я пришел, и доктор на меня тоже телячьими глазами смотрит и говорит, я не знаю, Слава, что ты делаешь, но у тебя просто шикарные анализы. У тебя прекрасный индекс A1C, то есть это трехмесячный сахар. У тебя шикарный утренний сахар. У тебя больше нет холестерола, который был 3 месяца назад. У тебя идеальные анализы. И вот тогда, Игорь, я посчитал, что это должно стать моей миссией. Если я и моя семья смогли избавиться от целого ряда заболеваний, а диабет не лечится, да, то есть просто не лечится. Мы как побочный эффект все еще похудели. Я на 21 паунд, жена на 12, теща на 7, примерно на 15 паунд. А целого топа вы посчитали, насколько? Да, но вот на большое количество паундов мы еще и похудели, хотя никто худеть не собирался. Я объясню, почему так работает. Дело в том, что это не лекарство. Хочу всем сказать, это не лекарство. Это не пилюли. Это набор растительных сборов. Да, ну пусть это будет, это на самом деле упрощенно, не совсем так, но тем не менее, ну пусть гомеопатических средств, хотя на самом деле это клеточное питание, которое вот в эти конфетки собраны от 15 до 40 природных активных ингредиентов. И самое важное, их не надо глотать. Кладешь их под язык, как валидол или как нитроглицерин. И это буквально через 20 секунд попадает в кровоток и в лимфу. И, минуя желудочно-кишечный тракт, попадает сразу в клетку. И начинает работать. И вот это удивительно. Я, человек, не имеющий медицинского образования, объяснить это не могу. Но удивление мое было просто, ну, не знаю вам сказать, лучшего продукта в мире я не увидел. Вот, собственно, примерно такое представление. Я, пожалуй, с этого начал. Ну, а теперь я жду ваших вопросов, Игорь. Замечательно. Ну, вообще, конечно, убедительнее всего звучит собственный пример. Это понятно. Но вы же знаете, у людей скепсис не отнять. У людей абсолютно здоровых мы не видим по жизни. У каждого что-то есть. И подозреваю, что каждый пробовал не только традиционные методы лечения, которые прописываются врачами, но и альтернативные. И вот когда человек то или другое альтернативное принимал, причем, как правило, это делается какая-то проба, а потом вы же знаете, нет, оно для меня не работает. Так вот, как вы можете несколько в сторону того обратить внимание наших зрителей и слушателей, что скепсис здоровый может и необходим, но в данном случае он не уместен. Очень просто, Игорь, все очень просто. Дело в том, что наш организм прекрасно регенерирует. Всем известный факт, что вот сам лучше всего регенерирует печень. Всем известный факт, что если вдруг, не дай бог, у человека онкология, ему удалили 75% этого органа, то есть печени, за год с 25 до 100% печень отрастет. То есть наши клетки делятся. Да, мы, конечно, не ящерицы, которые, когда отбрасывают хвост, у них вырастает новый, но тем не менее, ежесуточно любой человек теряет примерно килограмм отмерших клеток. Или, например, эритроциты в крови меняются каждые 127 дней. Это примерно 4 месяца и неделя. Выстилка кишечника меняется каждую неделю, но так как у нас кишка примерно 12 метров, все равно берет все от 3 до 6 месяцев. То есть что делает наш продукт? Он помогает нашему организму самостоятельно, правильно восстановить те дисфункции, которые вдруг появились. Например, у человека расстройство эндокринной системы, как у меня было. У меня лично взяло это 9 месяцев. А есть у нас товарищи, которые взяли буквально одну конфетку, побежали тут же мерить сахар. Вот он съел булочку, да, у меня есть в Чикаго, такой религиозный еврей, партнер. Он пошел в ресторан, он большой такой скептик, как вы говорите. Он съел булочку, померил сахар. Потом положил под язык две конфетки наши, которые для нормализации сахара, и через 10 минут опять померил сахар. И звонит мне и говорит, Стив, работает? Я говорю, да, но это работает сейчас, вот прям конкретно для понижения сахара. Это примерно как таблетка. Хотя на самом деле это не таблетки. И то, что вы задали вопрос, он действительно так и есть. Таблетки снимают симптомы. У человека болит голова. И он берет таблетку, чтобы голова, нога или живот не болели. А наш продукт убирает постепенно, за какое-то время, убирает причину той самой головной боли или боли в ноге. И учитывая, что это клеточное питание, а там, ну представьте себе, вот мы знаем прекрасно, ну пусть это будет травка под названием эхиноцея. Все знают, как здорово работает эхиноцея для иммунной системы. Так вот таких, как эхиноцея, там от 15 до 40 наименований. И все они настолько концентрированы и работают на клеточном уровне, что они быстро делают свою работу. Кроме того, что они минуют желудочно-кишечный тракт, это очень важно, потому что желудок – это наш второй мозг. Если у человека неправильно, нарушенная микрофлора, микробиома по-английски, если у него неправильно работает желудочно-кишечный тракт, если у него не всасывается, как у меня было, у меня ведь в принципе инсулин вырабатывался, просто у меня заплывшие жиром 32 рецептора, которые должны были его всасывать, не позволяли этому инсулину всасываться. И поэтому у меня была дисфункция эндокринной системы. Когда наш продукт за 9 месяцев восстановил мне вот эти рецепторы и все начало всасываться, я не могу сказать, что я полностью ушел от медикаментов. Да, когда я хулиганю, мы же все… У нас день рождения, там, праздник, год. Но нельзя такое прийти за стол и сидеть букой и говорить, не, у меня диабет, я с вами рюмку не выпью, и кушать ваш холодец тоже не буду, оливье. Нет, вот тогда, когда я кушаю такое, хулиганю, выпиваю рюмку, так сказать, чая, я беру таблетки, но они работают при этом. При этом сахар не поднимается. То есть наш продукт для скептиков самое оно, работает на всех. Единственное, что нужно подождать, когда лично вам поможет. Вот, собственно, и все. Надо просто дождаться. Нет такого человека, которому… То, как вы сказали, нет абсолютно здоровых людей, есть не диагностированные. Точно так же и здесь. Нет человека, которому наш продукт не поможет, есть человек, который не дождался, чтобы ему наш продукт помог. Вот, собственно, и все. Я не знаю, мы будем говорить номер телефона или еще что-то. Как вы сейчас… Да, 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 да. Сейчас мы придем к этому. Ну, буквально коротко попрошу, так как время у нас, чтобы не утомить и слушателей, и заинтриговать, потому что это… Я сразу скажу, что это будет серия встреч, поэтому на те вопросы, которые будут появляться, я думаю, мы будем отвечать, естественно, в процессе нашей взаимоработы. Так вот… Я бы очень хотел, чтобы наши слушатели и зрители к следующей передаче написали свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Замечательно. Мы это сделаем, и более того, конечно же, мы адресуем всех тех, кто заинтересован, группу, которую мы, собственно, для этого и создали. Ну, об этом тоже мы напишем в описании. Это группа в Фейсбуке есть, и там уже первые 300 с лишним человек к нам пришли и живо интересуются, что происходит в компании. Меня вот что заинтересовало, ведь врачи обычно еще о скептическе относятся к… Ну, ряд врачей, по крайней мере, они традиционно лечат и лишь иногда в сторону альтернативы какой-то смотрят. Но, насколько мне известно, у вас в компании и вокруг нее есть группа врачей профессиональных, которые используют в том числе в своей работе эти продукты, буквально очень коротко. Так ли это? И что они говорят? Совершенно верно. У меня только в моей команде пятеро врачей. Ну, я назову коротко. В Чикаго доктор Гордин, доктор Гранат, доктор Шафран. В Нью-Йорке доктор Нахимовский, доктор Толстого. И это те люди, которые на себе, на своих родных и на своих пациентах испробовали наш продукт. Например, доктор Гранат, у него у тещи было четыре аутоиммунных заболевания, одно из них волчанка. И каково же было его удивление, когда он начал проверять и кровь, и все остальное, что человек просто ожил, то есть его теща ожила. А это большого стоит, когда доктор проверяет на своих родных сначала, а потом дает это пациентам. И если раньше он давал, там, скажем, условно, 15 лекарств, к примеру, хотя он, на самом деле, альтернативщик, он давал, там, скажем, 15 сапплеменс, а сегодня он дает, когда наш продукт начал работать, он дает 2-3. А также с докторами конвенциональной медицины есть в Чикаго, я не боюсь назвать его имя, его зовут Дмитрий Литвак, прекрасный мужчина, 47-го года рождения, он пришел ко мне на презентацию, это коротенько, и болела спина. Я ему дал два наших дрожжей, один стоп-пейн называется, который снимает боль, а другой релакс, который убирает стресс. Пока он сидел на презентации, буквально за 30 минут, я говорю, как вы себя чувствуете, Дима? Он говорит, прекрасно, у меня больше ничего не болит. А еще через 4, по-моему, месяца приема нашего продукта, наших дрожжей, доктор ему снял из 13 таблеток, оставил 3. Вот вам и результат. Да, это смещается с медициной, и ни в коем случае свои медикаменты без врача отменять нельзя. То есть вы берете наш продукт, идете, делаете анализ крови, и только когда доктор определит, как есть у меня в команде женщина, которая сняли сердечные, то есть для поддержания работы сердца, сняли медикаменты, доктор был в шоке. И есть люди, у которых у меня с онкологией, им за 70, им тоже сняли какие-то препараты, но это должны быть именно препараты медикаментозные, которые убирает доктор. Поэтому мы не останавливаем свои таблетки, берем наш продукт и ждем от 3 до 6 месяцев. Ну, это очень важно отметить, потому что не занимайтесь самолечением, и мы сразу предупреждаем, что все, что на этом канале вы слышите, и в этой передаче конкретной, это не носит, в общем-то, медицинских каких-либо рекомендаций. Вы просто задумайтесь о своем здоровье, хотите ли вы попробовать или нет. Это ваше право. Ваше право верить, ваше право не верить. Один из вопросов не могу не задать, естественно, я сейчас иду от того, что, от скепсиса, потому что это первичное, что останавливает людей принятие каких-либо решений, даже в пользу своего здоровья. Скепсис следующий, а может мы еще найдем, но потом. Это компания, которая работает по типу мульти-левел. У некоторых был опыт. Я не буду перечислять всевозможные окули, хрящи там, и так далее, и так далее. Понимаете, о чем я? Безусловно. Что вы можете сказать на этот счет очень коротко и... Очень коротко и просто. Это моя первая компания сетевого маркетинга, и когда я пришел пробовать продукт, я вообще не думал, что компания сетевого маркетинга. Мне нужно было что? Результат. Мне нужно было что? Сделать так, чтобы я больше не страдал диабетом. Или там, моя супруга не страдала аллергией. Поэтому мне все равно. Дело в том, что компания сетевого маркетинга очень коротко. Это для тех, кто хочет зарабатывать деньги. Это такой способ зарабатывания денег. И те, кто хотят про бизнес со мной поговорить, конечно, я поговорю, научу и расскажу. Но кто хочет просто помочь своему организму восстановиться так, чтобы хотя бы для начала работали лекарства, которые десятилетиями принимают, давление, как было по утрам, да, или там по вечерам высокое, так и есть. То есть давление просто падает от того, что приняли таблетку и так далее. Так вот, чтобы заработал организм, не надо думать о том, кто это продал. Супермаркет, интернет или компания сетевого маркетинга. Ну и очень коротко, если сказать, то в сетевом маркетинге я первый, так сказать, это мой первый опыт. Я не вижу ничего плохого в том, что это сетевой маркетинг. Как бизнесмен с 30-летним стажем еще из Граиля, я могу вам сказать, я проверил все. Здесь есть в этой компании сертификаты. Кошер, халяль, FDA, то есть Food and Drug Administration, европейский ISO 22000, 9001 и 9002, ну и так далее. То есть для меня важен продукт, качество продукта и что самое важное, чтобы не было никаких побочных эффектов, а сетевой это маркетинг, multi-level, или не сетевой, мне помогло и хорошо. Мне все равно, кто и сколько на этом заработал, главное, мне это помогло. Я понял. Но опять напоминаю девиз, который мы используем в той рекламе, идущей на нашем канале и печатаемый в наших изданиях, интернет-изданиях, еще и бумажных изданиях континента, это быть здоровым без лекарств. Да? Да, жизнь без лекарств прекрасна. Просто, просто, только если вы захотите и прислушаетесь. Ну, а сегодня мы, я надеюсь, Сив, что мы какую-то свою задачу выполнили, такое представление мы сделали, я надеюсь также, что вопросы появятся у тех, у кого, ну, терпения хватит, дослушать. Я понимаю, что есть люди, которых интересуют сейчас исключительно другие вещи, ну, будем надеяться, что у них со здоровьем все в порядке, тогда мы к ним не стучнется. О, да, пусть люди будут здоровы, я обещаю вам, Игорь, что всем скептикам я приглашу, для всех скептиков, мы еще с вами пообщаемся несколько раз, а потом я начну приглашать докторов и с узким образованием, и с украинским, и с американским, борт сертифайт натуропатов, американских МД докторов, и тогда у людей, конечно, скепсис пропадет, они тогда просто расскажут, как это работает, почему? Это очень важно, вот сейчас нам, я надеюсь, что какая-то интрига уже есть, то есть те, кто впервые услышал о компании, соответственно, получили некое представление, вот сидит такой, я бы сказал, разовощекий, такой здоровый на вид мужчина, рядом, не рядом со мной, но перед своей камерой, я перед своей, но, слава богу, не той камерой, о которой можно пошутить, не дай бог, не дай бог, а просто мы беседуем, и по виду я вполне себе могу представить, что все оно, по крайней мере, для Стива Лернера работает, я надеюсь, для кого-то из наших зрителей, слушателей, и будущих пользователей компании Apple.Go тоже будет работать, ради чего мы, собственно говоря, и эту передачу делаем, Стив, спасибо, на здоровье, телефоны, описание будут, под этим видео, собственно, ну, я надеюсь, QR-код, телефоны, имейлы, и все, кто хочет к нам присоединиться, милости просим, я всем помогу, спасибо, Игорь, за то, что вы меня пригласили, я буду рад приходить к вам почаще, приглашайте меня почаще, и мы обязательно поможем, как можно большему количеству людей, воплотить в жизнь мой девизн, жизнь без лекарств прекрасна, я очень и очень надеюсь, что люди услышат то, что я могу сказать каждый раз, сегодня могу вам сказать, вы сами можете себе помочь, чуть-чуть помогите, вы делаете по утрам зарядку, вы следите за тем, что вы кладете в рот, когда вы кушаете, да, вот я как диабетик сладкое не ем, макароны, хлеб не ем, ну и так далее, если при этом вы еще поможете, просто обычными сладкими конфетками себе, восстановить ваш организм, и забыть, когда вы последний раз принимали таблетки, это будет просто фантастика, я буду считать, что моя миссия выполняется сполна, спасибо всем за внимание, я вам подкину еще один девиз, жизнь со сладкими конфетками приятнее, чем с горькой микстурой. О, полностью согласен, принимаю на вооружение, спасибо большое, Игорь. Счастливо, до новых встреч, а вас, дорогие друзья, мы, как всегда, просим участвовать в работе нашего канала, ставить лайки, если вам нравится, перепосты делать, и я думаю, что наша передача, которая выходит за рамки обычных наших программ, тем не менее, вам будет интересно, и в особенности тем, кто, в общем-то, на жизнь широко смотрит и хочет узнать больше. Стив, спасибо, до следующей встречи. Благодарю, всего хорошего.